что мы находимся в леском парке все про него да про него как бы действительно есть на что посмотреть было все 10 лет назад около 10 лет аж не верится смотришь и неужели такое возможно струится вода плавают утки не знаю как мне пришла такая идея посадить с метасикой возле канала но идея скажем пришла попала в точку смотрите что происходит с метасикой когда она попадает свой родной пятый климат 5 6 до городе наверно ближе к шестому и когда рядом есть вода несколько деревьев были посажены неудачно и мы видим что посадка была более плотная я два дерева посадил рядом с глядичей формой энерми с бесколючького глядичи она как раз цветет такой сладкий аромат и свечи там насекомые опыляют хороший медонос но дело в том что она оказалась метасикой и не подружилась дерево взметала саженцы я присадил вовремя там со стороны моста тоже было еще два саженца но то посмотрите что случилось это надо видеть вы только посмотрите что случилось с саженцами которые были чуть выше колена ростом 10 лет назад я как раз преподавал тогда институте в политехническом это были мои первые метасикой которые и в этом году я ждал цветения но пока не вижу все-таки деревья семенные вырастил я их из семян киевского ботанического сада имени грешка национальный сад там растут первые метасикой вы знаете что эта порода попала к нам меньше чем сто лет назад и первые семена были отправлены киски ботанический сад помина и еще в десяток садов том числе к ю арнольд арборетом то есть метасикой в культуре они были открыты в сорок шестом году то есть 75 лет им в культуре там как раз растут 70-летние метасикой на удивление метасикой оказались легко размножаем и не только семенами и черенками и дальше эта порода сейчас наполняют с успехом садовый центр что еще хочу сказать поскольку я выращивал семян есть некоторая варе вариабельность садовцев то есть у одних хвоя гуще плотнее другие более пирамидальные вот это получилась разлога ее каждая отдельная ветка похоже будет свисать над водой потому что пытается стать отдельным стволом мои первые деревья в общем-то метасикой посмотрите какая толщина ствола я сейчас подойду дерево активно прирастает ежегодно я вижу прирост и по полтора метра не меньше уже в этом году вот вегетация началась где-то месяц назад до сих пор до сих пор распускающимся пойми дерево уже освоило полметра в этом году только приросты почти не видно мутовчатость невыраженная но если присмотреться там есть рубец от роспуска то есть вот уже 40 сантиметров прироста это в этом году посмотрим что они покажут к осени сейчас высота деревьев составляют около пяти семи метров самое высокое дерево там можем подойти получился интересный экземпляр с интересной генетикой с плотной хвоей вообще метасикой сейчас насчитывается около 30 сортов уже это открыли и совсем недавно есть сорт литл грэмми с вариагатным листом есть лишь насыщенно голубой golden rush там золотая хвоя есть мисс грация интересный сорт плакучий и так далее но сортами сделаем позже а у меня мечта сделать метасиклоевый мост то есть два дерева перевить но про мечты не говорят мечты показывает а пока вот маленькая скромная мечта простого рядового ботаника осуществилась у нас есть микро популяция метасиклои размером в 15 деревьев в бресте это самые большие белорусские метасиклои на данный момент и интродукция продолжается мы уже засаживаем сейчас в лесничество дерево действительно могло бы занимать уникальные биотопы вместо альфи серой наращивать ценную красную древесину поскольку это красно древесная порода причем на болотах на низкотрофных участках где в общем-то кроме альфиничного растения так что садим садим метасиклои товарищи товарищи друзья братья святоводы засаживаем да да простят меня боги ботанические любительском околонаучном формате виду статьи может быть народу как раз это и нравится свои выступления немного такой лирики садоводческой вот этот самый экземпляр который получился особым вы видите хвоя голубоватая такая голубовато-зеленая особенно на распуске и очень крупная листовая ну листовая пластина по сути то есть это игольчатый лист крупный метасиклои который 8 не опадает вот он ложится в принципе с пол ладони каждый лист у других экземпляров лист поуже то есть может быть это какой-то половой деморфизм есть мужские и женские условно экземпляры но плодоношения пока нету будет интересно собрать с нее семена черенками я уже укоренял вот интересный тип ветвления то есть пышные укороченные побеги и каждая ветка стремится стать отдельным стволом кора у этого экземпляра интересно я думал это какое-то заболевание но она именно как вспененный шоколад вот так вот лупится оставляя следы очень активно дерево прирастает и вот эти два экземпляра были посажены одновременно генетика совсем разные условия вроде одни и те же но этот 7 метров этот 5 метров а тот дальний экземпляр это вообще была тема я его посадил два или три года позже то есть этим 10 этому 7 он гораздо более юный на несколько лет более юный экземпляр я посадил его полностью обстриженные от черенков палкой то есть это было просто палка думал перегнуть его через канал сделать такое интересное арбо архитектуру какое-то строение но когда посмотрел все хорошо он писался то есть начал отрастать побеги он был такой достаточно гибкий и хрупкий и я это оставил и посмотрите он быстро восстановился за вот эти четыре года он стал полностью догнал своих же в общем-то коллег скажем по посадке вот конечно мне даже кажется что посадка этих деревьев повлияло на чистоту воды на прозрачных воде в каналах сюда приятно прийти и наблюдать картину осени здесь становится красно-оранжевым и плавает все по воде и цветают осени пушырки сейчас пока они не пошли ну это секуя шикарное дерево и удивительно почему в наших парках и и до сих пор как бы в минском ботаническом моих время посекло и сейчас пол раза меньше потому что я поздно посадил и в садовых центрах почти это дерево не встречается хотя оно элементарно размножается черенками хорошо держит можно его и стричь держит форму и достаточно неприхотливо так что ну у нас интродукция продолжается мы сейчас засаживаем набережную у меня идея посадить медсеклоевую аллею не только вдоль канала это это тоже интересно вдоль велосипедной дорожки если у нас это получится мы два десятка медсекло посадим и я уже буду вести репортаж оттуда пока вот возле канала на островах возле воды если в вашем городе в пятом или четвертом климате есть такая возможность обязательно посадите эти деревья очень хорошо смотрится будешь вспомнить